здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о вишне посмотрите какая маленькая такая еще вишня совсем юная небольшая а сколько на ней вишен сколько на ней плодов все это благодаря тому что этому сорту был подобран хороший опылитель который вцвел в то же самое время в который этот сорт кроме того он ей подходил были сделаны необходимые обработки до распускания почек во время вегетации вишни были сделаны необходимые подкормки в том числе содержанием препаратов кальция потому что здесь почвы все-таки довольно легкие и кисловатые сейчас буквально сегодня мы уберем эту вишню и конечно же для такого небольшого растения такой богатый урожай является проблемой с одной стороны можно было бы от нормировать количество завязей ну мы надеялись что возможно вишенка сама их сбросит и не будет держать на себе все завязи но вероятно хорошие подкормки и хороший уход в период роста завязи позволили этой вишне сохранить буквально все завязи не сбросив ни одной при всем том для такого небольшого растения такой обильный урожай может сказаться на дальнейшей закладке цветочных почек которые будут расцветать на будущем году и будут обеспечивать нам урожай а также на ее хорошие перезимовки что же надо сделать сейчас для того чтобы обеспечить дальнейший активный рост этого растения приросты этого года уже полностью выросли они вот полностью сформированы и даже вызрели поэтому азотные удобрения в этот период после сбора урожая вишни уже не нужны необходимо удобрить эту вишню как следует удобрениями содержащими достаточное количество калия и фосфора калий сульфат является наиболее концентрированным удобрением для подкормки всех растений он содержит 50 процентов калия в действующем веществе из фосфорных удобрений у нас не такие уж большие ресурсы это может быть либо монофосфат калия который конечно является самым лучшим удобрением но к сожалению не самым дешевым а вот суперфосфат двойной суперфосфат является как раз очень удачными вариантами для подкормки деревьев поскольку корневая система деревьев плодовых деревьев залегает достаточно глубоко в этой связи необходимо внести удобрение в жидкой форме для этого необходимо сделать рассол который впоследствии можно растворить о том как делать такой рассол у нас есть информация в одном из наших видео когда вы приготовите стандартный раствор сульфата калия а это может быть доза например 1 2 столовые ложки на ведро воды то вот на такое вот деревце после обильного проливания его водой в том случае если стоят засушливые дни вам необходимо вылить 2-3 ведра случае же если у вас суперфосфат готовый раствор то вам необходимо вылить сюда такое же количество 2-3 ведра готового раствора в суперфосфата на вот такую вот вишенку в этом случае растение еще до ухода на покой успеет ассимилировать это количество удобрений запасти его ветвях запасти их в корнях запасти их в почках и сможет хорошо заложить цветочные почки которые будут залогом будущего урожая ну и напомню что лучше не использовать в этот период не травяные удобрения неорганические удобрения никакие либо другие удобрения содержащие азот для того чтобы не вызвать вторичного роста побегов которые потом не перезимуют и вообще азот во второй половине лета для плодовых деревьев кустарников закончивших к этому времени рост однолетнего прироста не желателен ну и не забывайте о кальциевых удобрениях о растворимом кальций или хотя бы внесении известковых удобрений в приствольный круг с тем чтобы обеспечить нормальное функционирование растений особенно на кислых почвах на этом я прощаюсь с вами оставляйте свои вопросы делитесь своими впечатлениями о выращивании плодовых и других растений всегда мы рады вашему вниманию всего хорошего